Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, и небольшой видео-гайд про войну в Хьюманкайнд. Я обратил внимание, что этот момент вызывает много недопониманий и возмущений, когда война заканчивается, типа, почему мне не отдали все территории, что я захватил, или почему я так мало получаю по итогам войны, или почему война закончилась, хотя я хотел полностью вынести соперника и так далее. По моему мнению, эта механика в Хьюманкайнд сделана как раз очень логично и похожей на исторические события, но для людей, замученных войнами в Циве, конечно, это все непонятно. Где наши любимые упорки, почему я не могу воевать столько, сколько мне хочется, почему меня заставляет заключать мир? Смотрите, в Хьюманкайнд к войне надо подготовиться, если вы хотите именно объявлять войну, и вообще понимать, ради чего вы объявляете войну. Кстати, любителям стратегий от парадоксов эта система более понятна, потому что там в Европе универсалис, например, все завязано на претензиях, и, по-моему, без претензий вообще даже войну невозможно объявить. Смотрите, в игре есть такой показатель, как военная поддержка. Это вы заходите в меню дипломатии и видите, какая военная поддержка у вас и вашего оппонента. В идеальных условиях эта поддержка всегда стремится к 50, и в таких условиях вы можете объявить только внезапную войну, а не обычную. Для того, чтобы была возможность объявить обычную войну, надо эту самую военную поддержку увеличивать. По-моему, опять же, в обычных условиях, когда больше 80 или 85 появляется возможность объявить войну. А так, во время мира, вы получаете либо плюс 2 к поддержке, если у вас меньше 50, либо минус 2, если у вас больше 50, чтобы именно уравновесить 50 на 50 было. И получается, что сама по себе ситуация в Humankind никак к войне привести не может. Да, вы можете внезапную войну объявлять, еще раз повторю, но в этом есть и определенные штрафы. И самое главное, вы действительно можете просто не получать из-за этого то, что вы хотите захватить. Причем важно знать, что тот, кто объявляет войну, обычно получает сразу минус к поддержке каждый ход. Опять же, в общем идеальном случае это будет минус 1 в ход. То есть, если у вас 50 на 50, и вы объявили внезапную войну, и ничего не делаете, то через 50 ходов вы ее проиграете. На самом деле, этот минус может быть аж до минус 3 в ход. Зависит от идеологической схожести оппонента, справедливости войны. То есть, если вы были там в союзе, одинаково идеологически схожи и прочее, то вы можете аж минус 3 в ход получать. И вам надо очень постараться, чтобы эту войну выиграть. То есть, это должно быть реально большое преимущество. При этом, тот, кому войну объявляют, никакого подобного минуса не получает. То есть, нападающему надо стараться выиграть войну, а не защищающемуся. Так как же увеличить эту поддержку? А? Выдвигать претензии. Самое простое, это если ваша культура распространилась на оппонента, на его территории, вы можете выдвинуть претензии на его земли, но только на те, на которые ваша культура распространена. Либо если ваша религия на его земли распространилась. Сначала у вас появляются эти претензии, в графе претензии, где висят 10 ходов, откуда вы можете их либо списать, ну если вы считаете, что вы не хотите с противником как-либо воевать, либо переписать в требования. И тут появляется опять три варианта. Оппонент может сразу отказаться выполнять это требование, и тогда вы вынуждены либо, опять же, списать это требование, либо сразу же объявить войну. Чтобы это требование у вас осталось, если вы хотите эту территорию, например, получить себе. Либо требование будет висеть без ответа, тогда у вас желание войны будет возрастать, но только в том случае, если у вас требований больше, чем у оппонента. При наличии большего числа требований вы будете получать плюс 3 вход к желанию войны. Ну и, наконец, оппонент может принять ваше требование, то есть вы получите то, что хотели, но тогда у него очень сильно возрастет поддержка войны. И в некоторых случаях, кстати, имеет смысл принять требования оппонента. У вас поддержка войны вырастет больше, чем у него. Вы подготовитесь буквально за несколько ходов и нападете в ответ. И таким образом, ну опять же, не забывайте, у вас должны быть тоже требования, чтобы вы не просто так воевали. Но за счет этого у вас поддержка войны будет выше, чем у него. И по идее, если вы, например, равны в армиях, то вы, скорее всего, раньше победите, чем он. То же самое касается претензий, потому что вы можете выдвигать претензии, если оппонент на ваш юнит на нейтральной территории напал. Если он разграбил ваш аванпост, разорвал договор, кстати, тоже очень важно. Это имейте в виду, если вы в хороших отношениях и планируете нападать, и начинаете разрывать договора, то поддержка войны у оппонента будет очень высокой. Так что, если вы кого-то из соседей планируете захватывать, то как можно меньше договоров с ним лучше заключайте. Чтобы потом не было вопросов, почему у него такая большая военная поддержка. Ну то есть, эта механика в Humankind реально сделана логично. Если у вас много отношений с соседом, и вы на него нападаете, то вы от этого больше страдаете, чем он. Война же заканчивается тогда, когда либо у вас, либо у оппонента поддержка войны достигает нуля. И если вы хорошо к этому подготовились, то произойдет это довольно быстро. Значит, что снижает, увеличивает. Победа в битве плюс 8 к поддержке, поражение в битве минус 8 к поддержке. Отступление минус 5 к поддержке войны. Но это одноразово. А захват города минус 4 в ход. Причем, по-моему, у столицы еще больше даже. Поправьте меня в комментариях. По-моему, даже минус 6 в ход, что ли, минус 8 в ход. То есть, по идее, вы можете оккупировать всего лишь один город и сидеть в нем обороняться. И если там низкая поддержка, то вы там за 5 ходов победите в войне. И по итогу войны вы точно получите вот все, на что у вас были претензии. Вот если вы выдвинули претензии, требования, точнее требования перед войной, то вот это вот все, неважно, захватили вы это, не захватили. Главное, чтобы эти требования у вас были и поддержка войны у соперника до нуля опустилась. Вы получите. Поэтому так и важно, например, развивать влияние в империи, чтобы влиять на территорию соседей и довольно легко их захватывать. А то я видел, как люди просто строят огромную армию, забив на влияние, на религию, и удивляются, что они в войнах, где они полностью выносят соперника, всего по одной территории могут захватить. Такого просто не бывает. Тут именно что механика... Ну вот вы представьте, что вы захватываете какую-то страну, где жители абсолютно не похожи на вас. Такого вот в историческом аспекте развития цивилизации, такое бывало очень-очень редко. И удержать эти территории потом очень тяжело. Ну, кстати, не обязательно ждать, когда поддержка до нуля опустится. Например, если вы проигрываете войну и чувствуете, что она требует много ресурсов, вы сами можете сдаться. И оппонент с этим ничего, по-моему, не сделает. Если вы проиграли, то величина ваших потерь зависит от итоговых очков войны победителя. В общем случае город стоит 80 очков, территория 40. Однако все, что вы требовали до войны, стоит всего 10. Поэтому и надо готовиться к войне, заранее создавать вот эти претензии и требования. Я, например, в мультиплеере просто, если у меня висит, я сразу, если я хочу воевать, то я просто одномоментно все требования выдвигаю. И если оппонент... И могу подождать пару ходов, чтобы увеличить свое желание войны. А если же оппонент начинает от какого-то времени отказываться, я сразу объявляю войну. Кстати, не всегда обязательно влиять культурой или религией. Например, претензии возникают, если оппонент строит что-то у ваших границ. Даже если у вас туда не распространена культура, но соперник у ваших границ построил... Захватил там территорию или город поставил, или там независимый город захватил, то вы сразу можете выдвинуть претензии и, соответственно, объявить войну. И через требования просто забрать их себе. Так что используйте эту механику, внимательно следите за возможностями войны и не объявляйте войны бездумно. Просто я вот тут хочу завоевать оппонента полностью. Имейте в виду, что в Humankind все сделано по-другому, не так, как в Циве. Мне механика вот этого поддержки войны очень нравится, потому что это еще один слой стратегии. Вам надо заранее продумывать ваши войны, чтобы не остаться у разбитого корыта, когда вы вложили много в производство юнитов, много жителей, а в итоге получили там одну территорию и все. Надеюсь, этот гайд вам помог. Если я что-то упустил, пожалуйста, конечно же, дополняйте меня в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok